Уважаемые коллеги, добрый день. От лица компании Siemens PLN Software, вернее уже не Siemens PLN Software, а Siemens Digital Industry Software мы сменили свое название. Хочу поблагодарить вас за то, что выбрали этот день посетить наше мероприятие. Это очень важно для нас. В первую очередь, конечно, в мире уже цифровом, когда мы общаемся в основном через интернет, через социальные каналы, очень важно все-таки быть на каком-то очном таком собрании, пообщаться между собой, поделиться опытом, проговорить какие-то животрепещущие темы. И возвращаясь к тому, почему мы сменили свое название на Siemens Digital Industry Software. В течение 12 лет, с тех пор, когда компания Siemens купила в те времена, в 2007 году, компанию Unigraphics Solutions, компания Siemens вложила около 12 миллиардов долларов в покупку новых IT-компаний, включая в свой портфель решений все больше и больше решений, которые позволяют оптимизировать и оцифровывать бизнес-задачи наших заказчиков. И эти решения, которые за 12 лет пополняли наш портфель, мы не просто их пополняли как самостоятельные решения, мы пытались постоянно интегрировать эти продукты, эти решения, которые покупала компания Siemens в единые сквозные решения. И в том числе, на сегодняшний момент времени у нас появилось мощнейшее решение для предприятий среднего и малого бизнеса, которое позволяет создавать цифровые сервисы, создавать цифровой бизнес на таких предприятиях, на ваших предприятиях, уважаемые коллеги. На сегодняшний момент времени можно сказать, что у нас есть готовое и законченное решение для ведения различных сегментов бизнеса на ваших предприятиях. Это как ведение коммерческой деятельности, проектирование традиционно, производство и обслуживание. Чуть-чуть позже я проговорю кратко про эти направления, что же мы здесь предлагаем. В основном это решения, которые позволяют вести успешно бизнес в современных условиях. Это управление документами, это и подготовка каталогов запасных частей, управление стоимостью, классификация, кодификация, планирование производства, расчеты, оптимизация и так далее. И все эти решения, интегрированные между собой, они могут использоваться, естественно, как по отдельности, но сила их и мощь при внедрении на вашем предприятии в их комплексности и интегрированности. И немножко кратко я расскажу про каждое из этих направлений, не так много у меня времени. Если говорить про ведение коммерческой деятельности на предприятиях, то мы предлагаем решение, которое позволяет интегрировать задачи непосредственно создания портального решения, конфигурации ваших продуктов и публикации этих конфигураторов во внешнюю среду, для того, чтобы заказчики могли самостоятельно конфигурировать ваши продукты, даже если впоследствии требуется какой-то дополнительный инжиниринг этих продуктов. Это решение, которое позволяет связать отдел продаж, инженерную службу, финансы, планирование управления производством и производства в единое целое, тем самым позволяя быстро обратиться к этим системам и узнать, сколько у нас в наличии на складах того или иного оборудования, материалов и полуфабрикатов. Быстро сконфигурировать сам продукт, сам технологический процесс путем интеграции между системами Teamcenter и Solid Edge. Быстро спланировать производственное расписание и на основе всех этих данных получить обратную связь из всех этих проинтегрированных систем, оценить сроки и стоимости самого заказа, который заказчик формирует на портале и выдать технико-коммерческое предложение. Тем самым мы здесь серьезно сокращаем сроки подготовки технико-коммерческих предложений непосредственно для заказчика. Это очень важно. Важные конкурентные преимущества для ведения бизнеса. И фактически формируем технические задания, спецификации для уже запуска самого производства. Технические задания для, возможно, реинжиниринга каких-то элементов конструкции, которые потребуются для доработки. И формирование производственных спецификаций, планов спецификаций уже непосредственно в производство. Вторая серьезная тема – это решение для проектирования. Фактически мы его называем как Model Based Definition – цифровое описание изделия. Фактически это запуск всех производственных процессов подготовки производства и самого производства на базе трехмерных моделей. Начиная от проектирования продукта, анализа продукта, у нас появилось огромное количество решений для предприятий среднего и малого бизнеса, которые позволяют как считать и просношные расчеты, так и гидрогазодинамические расчеты, при этом не обладая какими-то серьезными знаниями, компетенциями в этих расчетных средах. Сегодня у нас параллельно идет сим-центр FIMAP-симпозиум. Часть из вас прибыла как раз на этот семинар. Но тем не менее я предлагаю делиться и участвовать в общем нашем симпозиуме, который посвящен решениям для среднего и малого бизнеса. На основе трехмерной модели ее можно протянуть до технологической подготовки производства, разработать управляющие программы для оборудования с ЧПУ, контрольно-измерительных машин, сборочные технологические процессы и передать эту информацию непосредственно на производство, на какие-то рабочие места, рабочие стойки, киоски, на само оборудование и так далее. Эта концепция, она не нова. В принципе эта концепция всегда называлась параллельный инжиниринг. Но реализация этой концепции до какого-то момента времени была не совсем осознана важность. Реализация этой концепции на наших предприятиях. И я хотел бы сказать, что в последние, наверное, года два нам удается уже с нашими заказчиками говорить о реализации этой концепции как важнейшей составляющей ведения бизнеса, которая позволяет существенно сократить сроки подготовки производства и повысить качество продукции. И в том числе нам в лучшей степени удается реализовать эту концепцию для предприятий среднего бизнеса. Потому что все-таки такие предприятия более гибки к изменениям, где необходимо в нашей концепции отказ от 2D-документации, либо вывод ее из основного критического пути, который в принципе задерживает весь процесс подготовки производства и не позволяет нам в полной мере использовать трехмерные модели и модель-ориентированный подход в инжиниринге. Сегодня будет доклад, посвященный, как мы на предприятии среднего бизнеса успешно реализовали эту концепцию. У нас сформировалась совершенно четкая методология быстрого внедрения этой концепции. Буквально за три месяца мы позволяем заказчикам уже выйти на определенный уровень, а за полгода решить все необходимые задачи, связанные с цифровым описанием изделия. Если говорить про решения для производства и производственного цикла, то здесь мы предлагаем вам в первую очередь многоуровневый подход к реализации этой концепции. Здесь мы говорим про индустрию 4.0. На первом уровне позволяем собирать данные с оборудования контрольно-измерительных машин, тем самым анализировать работу оборудования и анализировать данные по качеству. выпускаемой вашей продукции, тем самым позволяя проводить анализ по трендам относительно отклонения качества выпускаемой продукции. Такое решение наиболее интересно для предприятий, которое является поставщиками для крупных каких-то больших концернов, которые поставляют свою продукцию. И здесь необходимо держать и удерживать определенные критерии качества. И здесь информационные системы в полный рост наши применимы и достаточно легко внедряемы. При этом мы предлагаем систему оперативного планирования производства на основе собранных данных с оборудования. Это система-преактор, которая позволяет в среднесрочной перспективе планировать производственные заказы в производственных цехах, либо в межоперационных переделах. На втором этапе мы предлагаем, так как мы большая компания Siemens, мы сами являемся поставщиками оборудования для средств автоматизации производства, в том числе мы автоматизируем логистику, то есть мы позволяем снабдить необходимыми датчиками, сенсорами, штрих-код-метками саму логистику перемещения материалов и комплектующих в производстве, тем самым собирать данные по логистику и визуализировать диспетчерские технологические процессы и на основе этих данных в системе-преактор более эффективно планировать производство и отклонение от производственного процесса. Ну и на третьем этапе мы создаем умное производство, которое при перемещении номенклатуры из передела в передел, мы можем сообщать уже непосредственно оборудованию, какую управляющую программу необходимо передать в производственные процессы на оборудование, что необходимо с этой стоильной деталью, либо технологическим процессом сборкой сделать. Ну и последнее из решений, это решение для послепродажного обслуживания. Базой для этих решений, сегодня мы об этом поговорим тоже в наших докладах, являются цифровое описание изделия, цифровой состав изделия, цифровые каталоги запасных частей, решение для виртуальной пусконаладки самого оборудования, не вообще не выезжая к самому заказчику, а виртуально посмотреть, как оно будет в инфраструктуре заказчика работать. Цифровые инструкции – это фундамент, на котором базируется решение для послепродажного обслуживания, и пиком этого фундамента является управление большими данными, система информационной, системы продукта, которую мы предлагаем на рынок, облачную инфраструктуру под названием Mindsphere, которая позволяет собирать уже данные с выпущенных ваших изделий, с снабженными датчиками, сенсорами, анализировать эти данные и выдавать визуальные отчеты о состоянии изделия. И при помощи средств виртуальной реальности, либо дополненной реальности, об этом сегодня тоже будет в докладе, делать диагностику оборудования в интерактивном режиме. Опять-таки, этот процесс поэтапный, то, что мы предлагаем нашим заказчикам, в первую очередь, конечно, мы начинаем с нижнего уровня и создаем непосредственно цифровые процессы у вас на предприятиях, которые позволяют уже обеспечить верхний уровень, полную информационную среду самого продукта, который вы выпускаете. Внедрение. Наш подход к внедрению заключается в том, что мы предлагаем в первую очередь решение Rapid Start. Это пилотные проекты на данных наших заказчиков. Сразу же с листа мы устанавливаем наши преднастроенные решения, которые опробированы уже на целом ряде наших заказчиков. И сразу же в боевых условиях разрабатываем и работаем вместе с вами над каким-либо производственным проектом. Проектом нового изделия, либо модернизации существующего изделия. Далее идет методика внедрения на основе собранных пожеланий, определенных, возможно, ошибок, либо каких-то там предпочтений заказчика. Мы дорабатываем решение уже до того состояния, которое требуется для предприятия. Тем самым формируем внедрение, понимание и внедрение изменений на предприятии. И на третьем уровне у нас есть ряд отраслевых ноу-хау решений, которые мы транслируем с зарубежных компаний и привносим непосредственно в нашу среду. То есть мы фактически являемся проводниками и трансфером зарубежных технологий, внедряя их на наших собственных российских предприятиях. Ну и в заключении своего доклада я бы здесь хотел сказать, еще раз повторить, Siemens Digital Industry Software. Все-таки мы переросли среду PLM в наших решениях. В нашем портфеле решений появилось огромное количество решений, связанных как с производственными процессами, это и МЕС-система, и система управления качеством, система планирования производства, это и решения для ведения коммерческой деятельности, решения для послепродажного обслуживания изделий, облачной инфраструктуры и так далее. И мы уже не можем себя называть компанией, которая предоставляет только PLM, систему управления жизненным циклом изделия. Мы предоставляем решения для полного спектра автоматизации цифровых процессов на предприятиях среднего и малого бизнеса. На основе каких решений мы это делаем? Они здесь представлены, часть из них представлены здесь, это те решения, которые адаптированы под предприятия среднего бизнеса, это и TeamCenter, и решения Product Cost Management, Polyreion, RuleStream, Solid Edge по различным направлениям, это Solid Edge Simulation, FlowEVD, Electrical, это решения по МЕС-КВМС, части управления производством, управлением качеством, которое называется, сейчас тоже произошел на ребрендинг, оп-центр, это и портальное решение взаимодействия с поставщиками, либо взаимодействие с заказчиками, это и подготовка каталогов продукции, и облачное решение Mindsphere. Я вам желаю продуктивного дня сегодня, спасибо еще раз, что вы пришли на наше мероприятие, желаю всего вам наилучшего и успехов в вашем непростом бизнесе. Спасибо.